Повышение пенсионного возраста – тема животрепещущая как для пенсионеров, так и для молодежи. На площадке перед торговым центром собрались неравнодушные граждане. Сегодня здесь проходят встречи с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от фракции ЛДПР Александром Шерином. Встреча проводится не случайно. По словам помощника депутата, при общении с ним жители микрорайона Горрощи постоянно задают вопросы, касающиеся новой реформы. Я каждый день общаюсь с жителями района Рощи. И основной вопрос, который люди задают – что будет с пенсионной реформой. Этот вопрос волнует как и нынешних пенсионеров, так и тех людей, кто не вышел на пенсию. По этому поводу мы сегодня проводим встречу, чтобы люди могли задать вопросы действующему депутату Государственной Думы, который голосовал против пенсионной реформы, и узнать его мнение о том, какие перспективы ждут этот законопроект. На условной трибуне расположился Александр Шерин вместе со своими помощниками. В основном депутат рассказывал о пенсионной реформе и что изменилось после обращения президента России к народу. И что еще важнее – как к этим изменениям относятся представители ЛДПР. Позиция ЛДПР неизменна. Мы не отступим. Мы будем добиваться того, чтобы повышался размер пенсии, но не возраст выхода на пенсию. Вот эти уступки, которые сегодня демонстрирует нам государство, один, два, три года нас не устраивает. Мы за то, чтобы был сохранен полностью пенсионный возраст, мы за то, чтобы увеличивалась пенсия. Практически у каждого пришедшего плакаты и таблички, лозунги на которых призывают пересмотреть основные требования пенсионной реформы. На встрече традиционно был продолжен сбор подписей избирателей к депутатам Государственной думы с требованием голосовать против пенсионной реформы. Также Александр Шерин призвал не игнорировать выборы, которые пройдут 9 сентября. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.